Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про город Кентенбери, в который я ездила в ноябре 2018 года. Ко мне тогда приезжала мама и мы на один выходной решили отправиться в этот юго-восточный город, который находится в градстве Кент и является городом-сити, где находится один из главных кафедральных соборов Англии, Кентенберийский собор. Город находится в 85 километрах от Лондона, мы приехали туда утром, и так как в ноябре у них проходит Remembrance Day, на какой-то из площадей мы нашли памятник героям погибших в войнах, и там такие, знаете, маленькие деревянные крестики ставят, втыкают в землю с именами погибших. Вот так вот английские родственники поминают своих предков, которые сражались в битвах за британскую землю. После чего мы направились прямиком к собору. Это один из главных соборов Великобритании. В нем находится резидентство архиепископа Кентенберийского, который является вторым после монарха главным человеком в Великобритании. В сам собор мы не попали, но зато посмотрели и сняли вот эту вот главную арочку, через которой был проход. По-моему, он был закрыт на реконструкцию, но что-то там такое происходило, что внутрь мы и так и не попали, и даже вокруг походить не удалось, потому что он находится в центре города, вокруг которого находятся улочки. Но мы погуляли по этим улочкам, прошлись по Хай-стрит, заглянули в какие-то сувенирные магазинчики, где стояли вот эти вот гвардейцы, ну как сделанные из папье-маше. Заглянули в сырную лавку. На одной из улочек мы нашли такой дом, где первый этаж был выполнен как-то по косой. То ли он повалился, то ли что. Если кто-то знает про этот дом что-то, пишите. Даже дверь вот так вот по диагонали выглядела. Я не знаю, она была рабочая или нет. В общем, я вот заметила такую особенность этого дома и пофотографировала его, поснимала на видео. Здесь пишешь, крошка. Еще нам по пути попался такой паб, где рядом со входом были такие сиденья в виде конного седла. Ну мы уж не стали на них залазить, фотографироваться, но было интересно. Люди, значит, приходят туда выпить пиво и вот сидят, разговаривают на таких вот стульях. Ну мы нашли по пути прямо на улице скамеечку с деревянным столом. И разложили свою газетку и чисто по-русски, точнее даже по-советски пообедали. Что у нас с собой было? Пару мандаринок, пару бутербродов с колбасой и сыром. И чай. Мы всегда берем с собой в термосе чай. Вот так вот мы посидели на природе в городе, покушали. Вот как это было, смотрите. Мама сняла меня на видео. Смотрите, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Затем мы попали в музей, в городской музей, наконец-таки. Хоть какой-то город, я могу вам показать, как выглядит музей. На самом деле, там в основном была картинная галерея. Вот несколько картин показываю. Ничего особенного там не было, кроме... Ну я всегда стараюсь найти какие-то фишки в каждом городе. Там был выставлен русский такой кокошник. И было написано что-то типа, русская мастерица подарила свой кокошник какому-то англичанину. Когда он видел вот эту вещь у неё на голове и прямо-таки влюбился в неё, в эту корону, она сняла его с себя и подарила ему. Так что вот в Кентамберийском музее находится кокошник какой-то русской школьной мастерицы. После чего мы очень долго зависли прямо над таким большим домиком, где были миниатюрные скульптурки разных предметов интерьера и также какие-то куколки. Я сколько могла поснимала, тоже вот показываю, что у меня есть. Интересно мне показался корабль. Это, наверное, уже современная скульптура такая в виде Британии, на которой плывут все вот эти нынешние политики и Джонсон, и Камерон, и Тереза Мэй. А впереди в виде носа этого фрегата маячит нос Маргарет Тэтчер. Очень такой, ну как-то сказать, провокационный такой экспонат. Потом мы спустились на первый этаж, и там была выставка современных фотографов, которые снимали природу. Очень нам понравились практически все фотографии. Это, наверное, уже были победители этой выставки. И моржи, и какие-то бабочки, и уточки. Ой, как это все красиво! Я прямо диву давалась, как вот это вот такое вот можно снять. Просто нет слов. Затем мы уже вышли из музея, уже стало темнеть, мы стали ждать свой автобус и решили прогуляться на другую сторону города, которую разделяла река. Там такая еще, даже не знаю, какая-то старинная арка, на которой висели вот эти вот, опять же таки, маки. Ну, так как был ноябрь, и это была середина ноября, Remembrance Day, который британцы отмечают как наш День Победы. О нем я вам уже рассказывала, смотрите в этом ролике. Ну, я поснимала тоже это все. И мы так просто решили пройтись по чарите магазинам на другой стороне, ну, насколько у нас хватало времени. А также я увидела, как работает у них приближение поезда к вокзалу. Там перекрывается прямо дорога таким шлагбаумом прозрачным, и машины все останавливаются, когда идет поезд. Вот как это выглядит, посмотрите. Ну, и под конец дня мы уже сели в свой автобус и поехали домой. Вот так вот в основном проходили мои выходные. Если в Лондоне не планировалось никаких праздников, событий, или парадов, или митингов, ну, которые я ходила снимала для того, чтобы продать и как-то подзаработать себе на студенческую жизнь, то мы или с друзьями, или с братом, или с мамой ездили вот так вот по городам и изучали британскую культуру. В моем архиве около 70 британских городов, о которых я вам постепенно рассказываю. И вот сегодня был такой рассказ про город Кентенбери. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Мой котенок уже уснул. Спи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok